Судя по тому, как плотно еще утром были заполнены урны для бюллетеней, можно сделать вывод, что севастопольцам хотелось, чтобы все как можно быстрее разрешилось. Избирательные участки открылись в 8 часов утра. И уже спустя каких-то пару часов после старта голосования урны были заполнены больше, чем наполовину. Нет, конечно, 50-процентной явки так рано зафиксировано не было. Да и в течение дня содержимое постоянно пополняющихся прозрачных контейнеров утрамбовалось еще плотнее. Севастопольцы выбирали своих кандидатов сразу в трех бюллетенях. Последний из список кандидатов в муниципальные советы был бы двое больше остальных. Семья Кулагиных едва не запуталась в этом длинном перечне кандидатов. Впрочем, супруги все же поставили галочку в нужном месте. Сегодня был очень трудный выбор. Один был очень большой длинный бюллетень. А так за будущее нашего города проголосовали, за будущее наших детишек. За счастье, за процветающий город. Долго не было вообще желания ходить на эти избирательные участки. Вот после референдума сюда просто тянет, потому что уже понимаешь, что в твоих руках действительно судьба Родины. Поэтому и оформление, и лица совсем другие. Уже как-то к тебе хорошо относятся. Это делают не только для того, чтобы формально провести выборы, а реально люди приходят решать свое будущее. А делать это многим избирателям хочется под музыку. На участке номер 78 нам рассказали, что самая распространенная просьба на выборах даже не помочь разобраться со списками, а поставить что-нибудь для души. Хорошее настроение, праздничное настроение. Но вот всегда наш избиратель просит нас о том, чтобы мы организовали для них музыку, музыкальное сопровождение. Но мы, к сожалению, такими полномочиями не владеем. Я думаю, что может быть это будет даже какая-то просьба на будущее для тех органов, которые эти вопросы могут решать. А так вообще настроение праздничное. Люди пожилого возраста и среднего возраста благодарят, радуются, поздравляют, желают успеха, желают удачи, желают терпения. Но мы благодарны им. Они также с терпением, с уважением приходят и делают свой выбор. Сюда же, на 78-й избирательный участок, в числе первых приехал Вячеслав Горелов с женой. Чтобы расставить галочки в бланках, он даже не воспользовался кабинкой. Свой выбор сделал открыто. Настроение оцениваю хорошо. Как проголосовал, понятно. Но для меня это очень знаковый день, потому что заканчивается переходный период. Говорит дальше о том, что мы находимся в состоянии переходного периода и какие-то там вещи списывать на переходный период. Дальше нельзя. Сегодня заканчивается все. Начинается очень тяжелая работа. Работа напряженная. Работа постоянная. Мы, к сожалению, народ такой, который любит совершать подвиги, а потом в течение недели или двух приходит в себя после этого подвига. Мне кажется, что главная задача сейчас заключается в том, чтобы тщательно, спокойно, грамотно, точно, постоянно работать. Работать над тем, чтобы Севастополь стал краше, Севастополь стал лучше. Чтобы Севастополь вернулся не просто в то состояние, в котором мы знали его 20 с лишним лет тому назад, а стал еще лучше. Это самая главная задача. Также с семьей, с женой, матерью и дочкой посетил избирательный участок этим утром Евгений Мащенко. Говорит, его домочадцы в выборе были единодушны. Того же он ждет и от севастопольцев. Я вижу очень большой поток людей по многим избирательным участкам. Я надеюсь, что все люди сделают свой выбор во славу и благо нашего города Севастополя, чтобы город развивался в том направлении, которое хотим. Помимо основных избирательных списков на участках составлялись и дополнительные. В них те, чьи данные миграционная служба не успела внести в общий перечень фамилий. Были и так называемые черные списки с фамилиями отказавшихся от российского гражданства. Если человек отказывается от российского гражданства, мы его исключаем из списка избирателей. Таких у нас по нашим спискам, по нашему участку два человека, они исключены из списков для избирателей. Отстраненных от голосования единицы. Основная масса все-таки выбирала свое будущее. А после севастопольцы высказывали пожелания новой власти и делились надеждами. «Хотелось бы, чтобы был порядок в городе, и в Крыму, и чтобы везде был порядок. Чтобы было больше бюджетных мест в образовании. Чтобы коммунальные службы работали получше, почетче. Главное, чтобы был мир, чтобы не было второй Донецк, второй Луганск. Справедливости, счастья, работы. Ну, вообще, чтобы молодежь тут была при деле. Больше внимания к пожилым людям, к молодежи. Очень много нужно, например, уделить внимания детям. Потому что и садики, и школы переполнены. И очень бы хотелось, чтобы и садики больше строились в новых микрорайонах. Потому что там очень много строится. А садиков и школ пока ничего не строится. Вот такая надежда. Первое голосование в составе Российской Федерации. Избиратели, говорят, напоминает всенародный референдум 16 марта. Но на этих выборах у севастопольцев уверенности уже больше. Сегодня замечательный день. Первые выборы после возвращения Крыма в Россию. Я думаю, что будет хорошая явка. Потому что вот в пятницу был бы митинг. Было бы очень большое количество севастопольцев на митинге. Значит, людям не безразлична судьба города. Значит, есть такое вот воодушевление и подъем, которого мы не наблюдали. За долгие годы нахождения Севастополя в составе Украины. Виктория Косогляненко, Александр Листопад, Сивонформбюро.